Всем привет, ребята! В прошлом видео я делал распаковку сухпайка украинской армии или другими словами ИРП, индивидуального рациона питания. Я заинтересовался этой темой и узнал, что также существуют так называемые аварийные рационы питания. То есть это специально разработанные наборы, которые помогут выжить человеку в случае аварии, катастрофы, кораблекрушения, стихийного бедствия и в других экстремальных условиях. И я купил два таких аварийных набора. И сейчас мы их распакуем и попробуем, что они из себя представляют на вкус. А также бонусом будет еще два интересных продукта питания из этой же серии. Поехали! Итак, начнем с вот этой вот синей упаковки, которая называется Seven Oceans, 7 океанов. Стандарт Emergency Russian. Russian как будто русский, но это рацион. Делается эта штуковина в Норвегии. И вот такими наборами обязательно комплектуются все спасательные шлюпки. И в случае какого-то кораблекрушения одна вот такая коробочка рассчитана на одного человека на целых трое суток. То есть при помощи вот такой вот коробочки один человек может трое суток питаться. И не просто как попало питаться, а получать все необходимые витамины, минералы, белки, жиры и углеводы. Какой же здесь состав? Что это такое? Смотрите, здесь написано на разных языках, в том числе даже на русском. Ингредиенты. Пшеничная мука, растительный жир, пальмовый. Очевидно, потому что пальмовый жир лучше хранится. Сахар, витамины. Витамины С, В1, В6, Д, кальций, железо и потасиум. Это калий, по-моему. То есть здесь все очень четко рассчитано по калориям, по витаминам, жирам и углеводам, так, чтобы человек получил полноценное питание в течение трех суток. Обратите внимание, что срок годности этого аварийного набора 5 лет. Сделан в 2020 году до 2025 года. Но знающие люди говорят, что он, если пролежит и 10 лет, то с ним ничего не произойдет. Температура хранения до 30 градусов. То есть практически в любых условиях он может лежать 5-10 лет. И знаете, это идеальный продукт в качестве, я не знаю, какого-то аварийного запаса на случай зомби-апокалипсиса. Ну что же, давайте попробуем распакуем, посмотрим, что же там у нас внутри. А внутри у нас, ребята, находится вот такая вот упаковочка под вакуумом. То есть запрессовано очень все твердое, водонепроницаемое. Здесь инструкция. Итак, что тут написано? Указание по использованию. Каждый набор состоит из 18 порций высококонцентрированной пищи. Употреблять только при наличии чувства голода. Не более 6 порций в сутки, по одной порции за раз. Маленькими кусочками хорошо пережевывая. А также предостережение. Берегите питьевую воду, пейте не более половины литра в сутки и не пейте морскую воду даже в смеси с питьевой водой. Вот такое, ребята, предостережение. Ну что ж, давайте распакуем. Здесь написано разорвать вот здесь вот. Здесь внутри вот такие вот батончики. Вот они, ребята. Вот так вот они запакованы. Еще одну пленочку разорвем. И тут получается, ага, вот так вот оно разделено на трое суток. Вот одни сутки, вторые сутки и третьи сутки. Это утром, это днем, это вечером. И, как вы поняли, еда это настолько концентрированная, что ее рекомендуется есть только тогда, когда вы очень-очень голодны. Итак, посмотрим, что же это такое. Очень интересно. Ага, внутри, смотрите, поделено на два. И такие, как будто печенюшки. Вот они, как будто песочное печенье. Очень сильно крошится. Вот так вот оно выглядит. По запаху как будто хлеб. Попробую откусить. Ребята, вы знаете, довольно-таки вкусно. Напоминает какое-то песочное печенье, очень сладкое, или какой-то пирог. Что-то в этом духе, ребята. Ну, на вкус очень даже приятно. Попробую еще кусочек. Очень-очень сильно крошится. Вы знаете, я съел вот эту половинку половинки, и реально ощущается, что это очень-очень сытная вещь. Ведь по факту получается, что вот эта вот вся упаковочка должна заменить человеку полноценный прием пищи. Обед, завтрак или ужин. И обеспечить его всеми необходимыми питательными веществами. И, судя по ощущениям, так оно и есть. Я реально наелся вот этой половинкой. Очень необычное ощущение. Ну что, это был один набор. И давайте сразу же перейдем к следующему набору. Попробуем, какой он на вкус. Второй набор называется Energy 5. Также Emergency Food Russian. И сделана уже эта штуковина в Германии. Здесь у нас, смотрите, на русском информации нет, но есть вот такая вот картинка, где нарисовано, как это использовать. Распаковываем, кушаем. Также, если у вас есть дети, но только старше 6 месяцев, можно использовать в качестве детского питания. Тогда нужно разбавить с кипяченой водой, и можно кормить детей. Вот такая вот эта штуковина. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот аварийный рацион. Он также весит 500 грамм. И тоже, смотрите, запакован 9 батончиков. И тоже вес 500 грамм. Так, попробуем открыть. Есть. И вот они, ребята, внутри эти батончики. Да, здесь уже так интересно, по одной разделено. 9 батончиков. А, кстати, внутри они тоже, по-моему, не разделены. Что ж, попробуем, какой на вкус этот батончик. Также очень сильно крошится. По-моему, даже еще сильнее крошится, чем в Seven Oceans. По запаху какой-то такой запах немного рыбой пахнет. Интересно. Кстати, срок годности NRG 5 10 лет. Смотрите, сделан в 2010 году, годен до 2020 года. Это получается, что я сейчас буду пробовать аварийный набор, который был сделан 10 лет назад. Ого, тут сразу написано 10 лет. Но по факту говорят, что он может и 20 лет пролежать. Пробуем. Тоже похоже на сладкий хлеб какой-то, сладкое песочное печенье, но какая-то еще, какая-то кислинка присутствует. Да, здесь такого не было. Смотрите, они визуально немного отличаются. Seven Oceans такой немного желтоватый оттенок имеет, а этот беловатый. И здесь какая-то кислинка. Честно говоря, на вкус мне больше понравился Seven Oceans. Вот так вот для сравнения они выглядят. В принципе, по характеристикам они очень-очень похожи. Вот такой вот, ребята, интересный продукт, этот аварийный рацион питания. И мне кажется, каждому не мешало бы иметь где-нибудь в загашнике, на случай зомби-апокалипсиса немножечко таких вот запасиков, так сказать. Ну что же, а теперь то, что я обещал в качестве бонуса. Это, во-первых, вот такой вот интересный и довольно-таки легендарный шоколад, который называется Чока-Кола, а также консервированный хлеб производства Германии. Сейчас мы посмотрим, что это такое. Чока-Кола это легендарный шоколад-энергетик 2 в 1, который выпускается по специальному рецепту с 1935 года и до сих пор почти не изменился. В состав его входит кофеин, жареный кофе и орех колы. В течение Второй мировой войны он являлся шоколадом летчиков и входил в рацион Люфтваффе. И раньше коробочка выглядела вот так. Немножко отличается, правда? Отрываем. Здесь написано нажимать тут. Открывается. И внутри у нас вот такие вот порционные шоколадки. Так как этот шоколад содержит кофеин, то одна вот такая вот штуковина заменяет чашку кофе, придает силы, энергии и бодрит. Есть два вида, черный и молочный. По-моему, красный это черный, а синий это молочный или наоборот. Кстати, интересный факт. Кто играл в компьютерную игру Call of Duty, тот знает, что там упаковка чока-кола используется в качестве малой аптечки. Ну что ж, давайте попробуем этот легендарный шоколад. Одну вот такую вот дольку. Это черный. Кстати, реально сильный привкус кофе. Вот это я сейчас взбодрюсь, ребята. Здесь два слоя, смотрите. 16 долек. Класс! То есть одна эта упаковочка заменяет 16 стаканчиков кофе. Круто! Вот такой вот прикольный шоколадик весом 100 грамм. И очень красиво, аутентично выглядит. Так, и последнее давайте посмотрим консервированный хлеб. Так-с, здесь такая штуковина. Вот это я сегодня напробуюсь. Оп-ля, вот он, ребята, чикс. Вот такие вот хлебцы. Написано, что это натуральный хлеб без консервантов, приготовленный на пару, очень калорийный и полезный. Так, попробуем. Кстати, вон цельные зерна. Так. Бородинский. Бородинский сладенький. Реально похоже на бородинский хлеб. Неплохо. Вот так вот он называется. Консервированный хлеб. Можно делать бутербродики. Вот такой вот у нас получился обзорчик необычных продуктов питания. Мне лично было очень интересно впервые попробовать аварийные рационы питания. И надеюсь, вам тоже было интересно узнать о таких вещах. Ну, а на сегодня все, ребята. Всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok